Глухое болото в Финляндии. Из-под тающего снега показались горы еды. И придется столкнуться с жадными медведями. Это противостоят большим размерам силе и агрессивности. Волчице нужно быть очень проворной, чтобы выжить. Одна ошибка, и все кончено. Волк против медведя. Трудно поверить, но на холодном севере скоро начнется весна. Волки в Арктике были активны всю зиму. Сам по себе волк довольно слаб. Но стаи, они крайне опасны. Они быстрые и неутомимые. Выносливость и взаимодействие – это ключ к успеху волков. У медведей все по-другому. Они спят всю зиму напролет. Но сейчас температура растет, и скоро пейзаж изменится. Медведица пробуждается от шестимесячной спячки. Она надеялась, что будет теплее. Весна в этом году задерживается. Пища – это самое важное. Но пока идет снег, найти ее трудно. Ее два годовалых детеныша зимовали с ней в берлоге. Они голодные, сейчас рыщут по ледяной земле в поисках еды. Медвежата слышат вой. Волки где-то рядом. Когда пройдет последний снег, жизнь изменится и для другой, очень заботливой матери. Волчица куда-то направляется. Она – альфа-самка стаи, состоящая из опытных охотников на оленей. Вместе с солнцем стада уходят на юг. Ее стая последует за ними. Но у волчицы – безвыходное положение. Ее логово неподалеку, и ей придется остаться, чтобы ухаживать за детенышами. А значит, предстоят встречи с медведями на болоте без поддержки стаи. Для волчицы это будет непростое лето. Болото принадлежит медведям. И эта территория очень ценна. Когда растает снег, на поверхности окажется много трупов зверей. Это животные, не пережившие суровую зиму, или остатки, брошенные хищниками. Медведи выбираются из берлог, чтобы откормиться. Это их летний пир. Лес вокруг принадлежит волкам. Это крепость волчицы и ее детский сад. Северные олени – основная пища волков зимой. Но летом они перемещаются на тысячу километров на юг. И стая волков последует за ними. Вожак и его самка останутся, чтобы растить детенышей. Одни. А так как оленей нет, им придется соперничать с медведями за еду. Но благодаря метаболической адаптации, их мышцы не истощаются. Два самца вступили в схватку, чтобы разогнать кровь. Пока что по-дружески. Падальщики первыми начинают пир. Они находятся в самом низу лесной иерархии. И когда приходят медведи, они понимают, что их время вышло. Росомахи – смелые животные, но даже они не рискуют связываться с медведями. Им нужно все делать быстро. Схватить и бежать, пока не пришли хозяева леса. На болоте главное поймать момент. Тем временем волки продолжают следовать за стадом. Из-за молодняка олени замедляют ход, но им нельзя останавливаться. Стая идет за ними. Большинству хищников тяжело охотятся на снегу, но волки созданы для этого. Как все представители семейства псовых, волки ходят на подушечках лап, не касаясь пятками земли. Это помогает им быстро бегать даже по глубокому снегу. Их тупые жесткие когти хорошо зацепляются за лед. Задние лапы наступают строго на следы передних, поэтому волки бесшумны. Волчья стая связана крепкими семейными узами. Волчица и альфа-самец – лидеры стаи. Они первыми едят добычу и единственные, кто может давать потомство. Они решают, когда стая кормится, спит и перемещается. Из-за миграции оленей стае пришло время разделиться. Как будто прощаясь, волки начинают выть. Вой помогает укрепить отношения внутри стаи. Волки могут слышать друг друга на расстоянии до 15 километров. Так они остаются на связи. Единое целое, даже когда они не вместе. Вожак и его волчица отправляются в логово, не подозревая о предстоящей схватке. Волк обычно весит меньше 50 килограммов, а вот бурый медведь достигает более полутонны. Как, например, король болота – один из самых крупных самцов в округе. Он обходит свою территорию, следуя за запахом. Он может почуять пищу за километра. Нюх у медведей – один из самых чутких в животном мире. В его носу расположены сотни маленьких мышц, которые позволяют ноздрям улавливать запах с разных сторон. Медведь может определить, какой запах новый, а какой старый, в зависимости от его интенсивности. Воздух проходит через сложную систему слизистых мембран. Здесь теплообменник нагревает и увлажняет холодный воздух перед тем, как он попадает в легкие. Затем воздух переходит в заднюю часть носа, где распознаются запахи. Десять миллионов нервов и миллиард рецепторов посылают сигналы прямо в мозг. Нюх медведя намного более чуткий, чем у волка. Меньше, чем через месяц, весь снег растаял. Все понимают, что им срочно нужно найти еду и партнеров, пока стоят долгие и теплые дни. Суровая зима скоро вернется. Нельзя терять ни минуты. Волчица спешит в логово. Она может бежать много часов без остановки и преодолевать за день расстояние в 150 километров. Она покидает болото и укрывается в лесу, в своей секретной крепости. Годовалые детеныши уже ждут ее. Они родились прошлым летом. Некоторые из них поселятся на других территориях, когда им исполнится два года. Кто-то останется в этой стае. Пока же они отвечают за охрану логова. Но волчицу сейчас волнуют не они. Она направляется прямиком в логово, чтобы попасть к малышам. Им всего шесть недель, и они пока не могут охотиться вместе со стаей. Но они начинают отучаться от молока, и теперь им нужно что-то другое. Они чмокают губами, чтобы попросить еду. Волчица срыгивает мясо, которое украло у медведей. И волчата набрасываются на него. С этого момента мясо – их главная еда. И на болоте его осталось еще много. Это значит, что волкам снова придется столкнуться с медведями. В ближайшие недели волчата еще будут пить молоко, пока они привыкают к мясной диете. Также они пройдут проверку на самостоятельность. Волки любопытны по своей природе. Уже в этом возрасте волчата начнут размечать территорию по запаху. Но отходить далеко от логова может быть опасно. К счастью, мать внимательно следит за ними. Ей нужно вернуться на болото, чтобы добыть больше пищи. Поэтому она доедает все, что оставили детеныши. Энергия ей еще понадобится. Волчица возвращается на территорию медведей за едой. Накормить семью для нее главное. Медведица и ее детюныши уже набрали хороший вес с приходом весны. Медвежата родились больше года назад, но все равно пили молоко матери во время спячки. Она одиночка и сама воспитывает малышей без помощи других медведей. Еды на болоте много, и к троице присоединяются сородичи. Они ладят друг с другом, но в отличие от волков не работают сообща. Для некоторых медвежат это первое лето. У медведей детеныши зависят от матери намного дольше, чем у волков. Некоторые медвежата следуют за матерью целых 10 лет. Когда у них прорезаются первые зубы, они начинают есть ягоды, коренья и насекомых. Но только в дополнении к молоку. В течение первого года мясо не будет входить в их рацион. Чуткие молодые носы исследуют мир за пределами берлоги. Для медвежат лето время игр. Но в природе все имеет смысл. И эти шуточные бои тренировка на будущее. Может, однажды этим медвежатам придется драться по-настоящему. и к тому времени они будут весить более 200 килограммов. Как взрослые самцы, которые возвращаются сюда каждый год на протяжении десятилетий. И помимо еды, есть еще одна причина, почему в одном месте собралось столько медведей. Наступил брачный сезон. В это время самцы становятся особенно агрессивны. Король болота помечает еще больше деревьев своим запахом. Так он сообщает другим медведям, он хочет найти пару. вдруг он почуял запах другого самца. У него появился соперник, незваный гость на его земле. Самки выбирают партнеров с хорошими генами. У медведей хорошие гены выявляются победами в боях. У этой медведицы уже есть детеныши. Она не заинтересована в спаривании. Но король болота может убить потомство своего соперника и заставить самку признать его новым партнером. медведица чувствует опасность и загоняет своих малышей на дерево. не сбор thôi. Мама медведица в домашней Королю болота придется бросить вызов чужаку, чтобы произвести впечатление на самок. Схватка между самцами может оказаться смертельной. Волчата очень рады перенесенной еде. Они уже охотятся на грызунов и птиц, но по-прежнему берут пищу у родителей, чтобы набраться сил на предстоящую зиму. В отличие от медведей, волки невероятно общительны. У молодых волков всегда будет крепкая связь со стаей. Мать учит их, как стать настоящими волками. Все, что она делает, это урок. Например, как прятать мясо и сохранять его про запас. Волки метят пищу своим запахом. Но это не предупреждение. Феромоны матери могут служить для детенышей сигналом к обеду. Волчата прекрасно приспособлены к мясной диете. По зубам сразу видно, что волки – хищники. Острые резцы и длинные клыки быстро убивают добычу. А сильные, крепко сцепленные кости не дают жертве вырваться. Хищные зубы режут мясо, а малые коренные измельчают кости. Волки проглатывают куски целиком, не прожевывая. Поэтому их коренные зубы развиты не полностью. Они обгладывают кости до последнего сочного кусочка. С приближением осени у медведей начинается гиперфагия – чрезмерное поглощение пищи. В день они потребляют до 40 килограммов еды. Им нужно удвоить свой вес перед тем, как они снова впадут в спячку. Но пища заканчивается, а времени все меньше. Поэтому медведи начинают нервничать. Их шрамы повествуют о схватках за самок и еду. Из-за ливней болото стало топким и опасным. Но для медведя вода – не проблема. Несмотря на свой крупный вес и размер, медведи отлично плавают. Мощные передние лапы толкают их вперед, а густой мех не пропускают воду. В отличие от волков, медведи могут есть не только мясо, чтобы набрать вес. Они переплывают пруд, чтобы добраться до другого любимого лакомства – ягод. В день медведь может съедать более 200 тысяч ягод. Их зубы специально приспособлены к разнообразной диете. Резцы медведя, как плоские лезвия, помогают им разрубать траву, коренье и мясо. Клыки у них огромные. Идеально подходят, чтобы ломать бревна или наносить смертельные раны. У медведей нет хищных зубов, как у других плотоядных. Коренные зубы широкие и плоские. Ими удобно измельчать жесткие растения. Медведи непривередливы к еде. Хотя они могут и охотиться, и собирать плоды, лучше всего у них получается копать. Их когти, которыми управляют мощные плечевые мышцы, врезаются в землю, как лопаты. Лапами размером с обеденной тарелки звери выкапывают сочные корни с трехметровой глубины. Поскольку кости в их лапах разделены, медведи могут вращать конечностями. Поэтому им проще копать, лазать по деревьям и держать еду. В отличие от волков, медведи используют при ходьбе всю ступню. Огромные плоские лапы выдерживают большой вес, но скорость при этом страдает. Невероятно, но когти медведя по размеру сравнимы с пальцами человека. Обилие еды на болоте скоро закончится. Зима уже близко. Медведи теперь постоянно охраняют болото. Все они здесь. Они жадно и отчаянно доедают остатки. Волчица, как обычно, рыщет по краям болота. Ей придется снова столкнуться с медведями, если она хочет прокормить деденышей. Медведи в панике доедают остатки пищи. Зима уже совсем близко, а на болоте осталась последняя туша. На всех точно не хватит. Волчица тоже в безвозгленность до возвращения стаи с юга. Болото превратилось в поле боя. Крупные медведи против волчицы. Медведи привыкли к дракам. Они намного сильнее и их больше. У волчицы многое стоит на кону. Если ее ранят, то детеныши, скорее всего, умрут с голоду. Все сошлись на болоте. Напряжение растет. Волчица и ее партнеру нужно чудо, чтобы отвлечь медведей от еды. Медведи ненавидят делиться друг с другом. Не говоря уже о волках. Волчица находит идеальную цель. Молодой медведь с большим куском мяса. Если ей удастся испугать его ложной атакой, он может уронить ношу. Ее план срабатывает. Ошибки дорого обходятся медведям. Альфа-самец подбирает кусок. Медведям нельзя больше ничего терять. Они держат свои позиции. Волкам становится сложнее прорваться через их оборону. Волчице и ее партнеру нужно работать сообща. И они это хорошо умеют. Они пытаются отвлечь медведей от еды. Нужно много смелости, чтобы укусить голодного медведя. И у волков ее достаточно. Если одному волку удастся отвлечь медведя на себя, другой может схватить добычу. Волки стащили несколько кусков, но этого мало. Медведи начинают уставать. Им не угнаться за быстрыми волками. Волки. Волчица пользуется моментом. В этот раз ее ждет успех. У медведей нет сил на погоню. Вопреки всему, волкам удалось обхитрить медведей. До прихода зимы волчата смогут в последний раз хорошо поесть. В природе победитель не всегда самый крупный или сильный. А тот, кто лучше приспособлен к выживанию. И когда это главный приоритет, действует простое правило. Бери все, что нужно, любым возможным способом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok